Слава нашему Господу, братья и сестры! Господь ответит на его нужду, на то, чем занята его душа. Вот брат Сергей проповедовал, и я так думаю, что моя проповедь будет в некотором роде как бы ответ немножко на его проповедь. Я размышлял и понял одно, что по вере мы можем получить от Господа нашего все. Но если истекает вера наша, то мы не можем получить ничего. И вот как важно нам, когда мы приходим в собрание, когда мы дома молимся, читаем Слово Божие, как важно, чтобы нам напитать нашу душу и утвердиться в вере нашей. Аллилуйя! Написано такие слова, если братья поставят, Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И вы знаете, вот эти слова я понял еще, как только вот покаялся. Я хочу рассказать случай, я уже, может быть, рассказывал, но я думаю, что он хорошо подходит как пример для открытия того, о чем я хочу сегодня проповедовать. Мы с Ольгой строили дом, и у нас кончился газ. И у меня не было телефона, ничего, я попросил Сашу, брата Ольги, чтобы он уже там местный жил, я приезжий в этом городе. И он знает всех, я говорю, Саша, мне нужен, о, нет проблем, позвонил, где-то через час, там полтора, подъезжает эта машина с газом. И раз взял пустой, поставил полный, и говорит, 10 рублей. Это 89-й год, зарплата была 80, 90, 100, 110, кто получал, это уже был счастливчик. И 10 рублей, а Оля говорит, Вася, ты что, у нас вот последние вот это, как будем кормить детей? Я говорю, Оля, дай деньги. Мы отдали ему 10 рублей, я говорю, что так дорого? Там газ стоил 2,75, ну, 3, ну, 5 рублей. Он захотел 10, ну, от верующих, знаешь. И я отдал эти деньги, и мы так идем, Ольга пошла этой стороной дома, я пошел этой стороной. А вечером я в теплице работал и читал Слово Божие, и читал Нагорную проповедь. И там написано, что кто там просит верхнюю одежду, да, и нижнюю, кто принудит тебя пройти с ним одно поприще, пройти с ним два, лишь бы мир сохранить, лишь бы это, да. И я вот это вот, когда ночью все это прочитал, вот Слово Божие, чем мы питаем нашу душу, вот она нас наполняет, и в нужный момент она нам помогает. Пока я пошел сюда этой стороной, и Ольга другой стороной, у меня пришла радость. Я не знаю откуда, почему-то такая вот вера, что Бог не оставит нас, знаешь. И пока я зашел туда, я улыбаюсь, знаешь, все, Ольга заходит с этой стороны, смотришь на меня, Вася, у тебя все нормально, с тобой все хорошо. Я говорю, да. И немножко мы побыли, где-то проходит час, может полтора, может два, и подъезжает Саша, и говорит, эй, святые, подойдите сюда. Мы подходим. Он говорит, вот вам 50 долларов, Галя наша, Олина сестра, прислала всем по 50 долларов, и нам тоже. А доллар тогда был 8 рублей. Это 400 рублей сразу, мы 10 отдали. А мы получили 400. Но мы-то не знали, что так будет, да? Но Бог-то знал, и Он благословил нас так. И это, конечно, была радость. Я потом скажу, что когда от щедрости нашей Богу воздается слава. Ну, я потом прочту. И вот я размышлял, что такое вера. Когда мы углубляемся в Слово Божье, написано, что от слышания, от слышания Слова Божьего, мы утверждаемся в духе, и растет вера наша. От проповеди, когда мы сами вникаем, и когда не просто читаем, как историю. Вот когда я читал Старый Завет, то я почему-то думал, что это просто как историческая книга. Но ведь там, в Старом Завете, есть очень много места, которые касаются очень. Допустим, Анна, когда молилась, что у нее не было детей, и когда Илий подошел к ней и подумал, что она пьяная, и говорит, что ты это, потому что она сидела тихо перед Господом, молилась, и так много она ходила в храм и молилась. И Илий думал, что она, может быть, и она говорит, не думай обо мне плохо, потому что я не пьяный, но у меня есть нужда, которая томит мою душу. И она сказала, и Илий молился, и потом она родила сына, который стал и пророком, и судьей в Израиле, стал очень сильным человеком. Это был Самуил. Слава Господу! И я размышлял и говорю, вот моя вера учит меня. Что? Не говорить неправды, не обманывать, не быть предвзятым. Знаете, что такое предвзятость? Это Яков. Очень иллюстрирует это. Это вторая глава примерно там говорит, войдет к вам человек в богатой одежде, и вы ему скажете, пройдите сюда и садитесь наперед, вот вам хорошо здесь сидеть. Войдет же и человек, который в простой одежде, который не такой богатый, и вы ему скажете, о, вы садитесь там, или вот здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы, и не являетесь ли вы человеком с плохими мыслями, говорит Яков. То вот предвзято, мы можем иногда, знаете, быть в этом виноваты, даже не подозревая. Вот так иногда можем посмотреть на человека, можем осудить его, можем что-то подумать о нем это, и пойти дальше. Но иногда можем и подумать, и осудить, и еще можем еще действовать, относиться с ним пренебрежительно, пренебрежительно или предвзято. Но Слово Божие говорит, что мы не должны так делать. Не делить людей на своих и чужих. Это очень важно. Часто бывает так, что это если брат там, или сестра там, или друг мой, или земляк там, или откуда, то я к нему отношусь, ну вот лучше, лучшее расположение. Ну а если это здание у Востока там, или где-то там вот это, то я не обязан так. Слава Богу, я в этой церкви не вижу это, не думайте, но я просто говорю, что может и такое быть. Дальше. Не быть подлым человеком. Очень бывают иногда скрытые люди, и даже прокрадывается, даже, к сожалению, церква, которые могут поступить очень нехорошо, могут ранить очень глубоко. И вроде бы все нормально. И он может покаяться, он может поранить кого-то, он может сделать больно. А потом он, если ему кто-то скажет, ну если увещеватели, мы как раз сегодня с братом Сергеем говорили об этом месте. Тимофея 1 глава, 5 стих, что тот, кто увещевает, он должен иметь нелицемерную веру и любовь к тому брату или сестре, кого он хочет увещевать. И вот часто бывает так, что кто-то очень сильно ранит, очень сильно сделает, а потом он идет и кается. И он ходит спокойно, он ходит это. Но люди страдают, потому что апостол Павел говорит, если кто-то с вами так поступил, то вы не обязаны его любить, но вы не должны считать его за врага. И не обязаны считать его вашим другом, личным другом. Ну если вот в церковь ходит, хорошо, поступил он с тобой так, ну ничего, перед Богом ты покайся, перед Богом ты его прости, а обязательно как бы иметь такие, ну как есть более близкие отношения, ты не обязан. Это сам апостол Павел говорит в Писании. Не желать ближнему зла, не завидовать и не губить себя. Вот эти вот, если в нашем сердце есть, то мы можем погубить самих себя. Потому что вот эти, если мы не избавляемся с ними, потому что когда мы читаем Слово Божие, оно вытесняет из нашего сердца все вытесняет. О чем мы читаем, разные примеры там, как Каин поступил, то мы уже будем думать, что так нельзя поступать, да, как другие там цари поступали там и многие. Когда мы читаем эти примеры, хоть с Старого Завета, хоть с Нового Завета, то мы, люди мудрые, рассуждаем и видим, где добро, где зло, и мы выбираем добрые. И тогда путь наш идет совсем по-другому. И мы тем самым угождаем нашему Господу. В Евреям в 11 главе написано о вере. И я, вы хорошо хоть это знаете, но я хочу прочитать это, чтобы еще раз напомнить это для всех нас. Евреям 11 глава с 1 стиха. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Смотрите, как хорошо описано, что такое вера. мы ожидаем, чтобы осуществилось наше ожидаемое, и мы смотрим на невидимое, как на видимое, на несуществующее, как на существующее. Вот это есть вера, когда там еще ничего нет, когда ничего не не подсказывает нам, но мы верим, что так будет, и Бог дает нам по нашей вере, когда у нас есть такая вера. Вера же есть осуществление ожидаемого, то, что мы ожидаем, оно исполняется в нашей жизни, и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так, что из невидимого произошло видимое. Вот это по вере. Верую Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как за свидетельство Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Написано, что кровь Авеля еще говорит, там она взывает к справедливости, да, но по примеру Авеля, опять же, пример для нас остается, что мы должны быть вот такими, как говорится, лучше нам где-то что-то потерять, лучше где-то, чтобы мы чем нарушить волю Божию. верою и ног переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Это уже из Старого Завета. Мы часто задаем вопросы, как будут спасаться те люди, которые были до Христа. Иисус Христос уже проповедовал им. Там написано, что он три дня был в недрах земли и проповедовал душам до потопа, и которые были непокоривые. То есть всем было дано справедливое, чтобы каждый имел возможность во спасении, чтобы не было так, что вот одни спаслись, а другие он не виноват может в этом. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящих к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Вот это есть вера и слова, которые написаны в Библии, что написано, что верующий должен знать, что мы без веры не можем угодить Богу, и надо чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть, что Он есть, и ищущим ему его воздает. Веру иной получив откровение о том, что еще не было видимым. Благо Гавея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Петр говорит, праведный верою жив будет. Он повторил, там еще есть там мне кажется Веса или у кого-то из пророков уже есть эти слова. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел не зная куда идет. Вот это очень интересно. Верую обитал он на земле обитованной как на чужой и жил в шатрах с Исааком и Иаковым с наследниками того же обетования. Вот представьте себе Авраам жил себе в доме отца имел там детей и все такое и Бог ему говорит выйди отсюда и иди в землю где я тебе укажу. Хорошо мы я не знаю кто слышал голос Божий я слышал несколько раз но это был один раз был голос моей мамы когда я еще не ходил в церковь это я работал на севере и я работал на такой большой машине на Кразе и мне поставили такие большие бочки 12 кубов солярки емкости там и он так качался по дорогам и вот когда ехал а зимник 700 с чем-то километров и машина попадается раз там в 3 часа в 4 часа и едешь просто даешь еще колеи такие в общем как поезд едет можно отпустить руль и эти колеса так вот идут и я так еду и задумался о чем-то я думал и получается вот такое вот так я сюда еду вот такая дорога вот сюда сюда и опять это болотина было здесь и они решили ее объехать сюда и вот перед этим углом я слышу голос мамы Василий Василий что такое и только я иду сюда проезжаю а скорость была ну на кразе там 50 может быть километров или сколько ну и подъезжаю к этому углу отсюда едет другой такой же как я и тоже на кразе только на другом таком красном и мы вот так вот если мне ехать по моей правой то он бы врезался в меня или я в него и мы так поменялись что я перешел на его сторону а он перешел на мою сторону но главное что вот этот голос меня и как бы алерт ну как бы пробудил что я не попал в эту аварию ну были еще места где я слышал голос но слышим ли мы голос Божий Авраам услышал этот голос и взял свою семью и вышел из Урхалдейской и пошел в Хана это надо иметь очень большую веру вот почему Бог говорит что поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность немногие вот я допустим могу сказать что я такой же как Авраам вот пришла мне мыс приехать в Техас и никто меня не остановил слава нашего Господа я читаю дальше что говорит вера вера учит нас делать добрые дела быть добрым и сострадательным вот это нам надо принимать быть смиренным совестливым и честным мы иногда это не часто звучит потому что мы знаем что если верующий человек он читает Библию значит это уже должно быть самим собой не всегда это получается самим собой к сожалению видеть в каждом человеке хорошее и думать о людях хорошо вот вот это вот есть очень важно потому что если мы напомним наполним наше сердце наш разум о том что все люди хорошие вокруг нас нам легче будет жить я не буду смотреть на любого брата или сестру где он там ошибается может быть кто-то что-то говорит может быть в семье не так или на работе не так или же такое и у нас мы начинаем уже работать думать это я не буду это я буду думать о человеке лучше я буду думать о нем хорошо и при этом мне самому живется лучше пусть Бог благословит желать ближнему всех благ помогать быть щедрым потому что щедрость производит благодарение Богу я читал христианин журнал когда еще там я покаялся и там был такой случай выселили одну верующую семью на крайний сивер туда куда-то в Сибирь морозы дети кто-то там помог им там сделали это вырубили там яму какую-то там где-то в подземелье там они живут и там недалеко был один сосед ну они с собой что могли там под воду там привезли несколько мешков муки там что-то такое пока живут и этот сосед ему очень нравилось им и он посещал их каждый вечер ночей там это они пили там рассуждал этот Федя ему рассказывал о Боге там и все и вот он наблюдает этот сосед и видит что эта жена последнюю муку собрала вот это и сварила спекла несколько лепешек и там для детей и парочку принесла этому соседу и все и вот они сидят там пьют чай и этот сосед говорит слушай а чем ты завтра будешь кормить своих детей тут говорит Бог усмотрит ты что где тебе твой Бог может усмотреть кругом снега тайга что твой Бог может усмотреть а он опять Бог усмотрит а в другой комнате мама и дети молятся потому что это последнее было разошлись они сосед ушел домой уже за полночь Бог отнял у него сон он лег не может уснуть и думать чем же он будет кормить часов пять он встает берет мешок муки а знает где там там же пошел в ту катку высыпал тот мешок в эту катку полную пошел домой и уснул мертвым сном слава нашему Господу вот вот почему щедрость есть много еще примеры которые люди ожидают помощи они приносят благодарение Богу представьте себе как они уже благодарили и те дети да что Господь соделал так а это именно Господь соделал это не добрые соседы что он такой добрый что такое Бог отнял у него сон как он отнял у египетского царя перед Иосифом да отнял сон и вы знаете что происходило тут есть еще один пример я хочу поделиться что такое вера и как она действует не всегда даже зависит от от человека даже верующего вот тут такой пример в больнице лежал один брат при смерти и в этой же палатке лежал пьяница и вот пришли братья помолиться за этого брата вот они помолились но тут грешник этот лежит они помолились из-за него на второй день брат отошел в вечности а этот грешник скакал и говорит Господь дал мне новую печень представляете может идти дальше вот но я так думаю что он может быть подумал уже в сердце своем что Господь живой и отвечает потому что по вере люди получают по вере даже независимо от того потому что много мы ждем когда молятся люди и мы так думаем но этот грешник он что Бог через него не будет нет Бог будет действовать Бог будет спрашивать с него за его что где он прав где не прав но Бог будет действовать потому что Слово Божие оно живо и действенно и оно не нуждается в чьей помощи просто Слово Божие которое мы говорим людям оно делает свои дела слава нашему Господу у Иоанна написаны такие слова 11 глава 21 стих и дальше мы знаем что у Иисуса были друзья Лазарь Марфа и Мария да и вот умер Лазарь и Иисус говорит ученикам надо пойти спасать Лазаря и вот он приходит и выходит Марфа навстречу и говорит Иисусу тогда Марфа сказала Иисусу Господи если бы ты был здесь не умер вы брат мой но и теперь знаю что чего ты попросишь у Бога даст тебе Бог Иисус говорит ей воскреснет брат твой Марфа сказала ему знаю что воскреснет в воскресенье последний день Иисус сказал ей я есть воскресенье и жизнь верующий в меня если и умрет оживет и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек веришь ли ты всему она говорит верю так Господи я верую что ты Христос Сын Божий грядущий в мир и к ефесянам я утверждался когда еще показы я читал и такие тут слова написаны что они меня очень коснулись в 3 главе к ефесянам написаны такие слова для сего преклоняю колени мои пред отцом Господа нашего Иисуса Христа это говорит апостол Павел от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле додаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке вот это очень важно что у нас есть внутренний человек мы конечно когда приходим здесь каждый имеем эту оболочку как яйцо внутри другое мы иногда можем улыбаться мы люди умеющие мы можем улыбаться тогда когда мы скрываем что-то какое-то внутри может быть какая-то печаль скорбь или переживания какие-то и мы не желаем чтобы мы открыли свое сердце каждому человеку но вот апостол павел говорит чтобы бог вселился во внутреннем человеке и дальше он говорит верою вселиться христу в сердца ваших через слово божие через духа святого чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота об этом строчке это можно говорить целую проповедь я не буду останавливать здесь и уразуметь превосходящее разумение и любовь к Христову дабы вам исполниться всею полнотовую Божию а тому кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего чего мы просим или о чем мы помышляем тому и слава в церкви во Христе Иисусе слава Господу и вот тут мы знаем что Бог может нам дать даже больше о чем мы думаем помышляем или просим я очень благодарен Богу за все что Он сделал для нас что нашел веру принимать мы иногда не имеем веру принимать от Господа и иногда даже исцеление я благодарю братьев и сестер что вы молились и благодарю Бога что дал такую веру принять от него исцеление ему слава аминь давайте будем молиться Аллилуйя Господь